Путешествуйте, смотрите впечатления, пройдитесь в туристической истории и фотографии. Охраню 54 вконтакте, не одновлазниках, авторов, путешественников. Мы проведем сочинения. Ваши настроения прозвучит на всю область. Снежа, и яркие впечатления. Повторникам в 9.40, чемоданное настроение. С чемоданом мы отправляемся в Монголию. Вместе с нами Алексей и Нина Коробов. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вопрос первый. Монголия большая? У меня по географии пятерка была за фамилию. По сравнению с чем, наверное. Ну, большая, да. Большая. Вы ее все объездили и были в каких-то конкретных местах? Ну, мы попытались ее охватить всю, но были в конкретных местах. Вот у меня ассоциация, допустим. Монголия это, значит, степи. Вот эти люди на лошадях, значит, у каждого лук, стрелы. Практически так же, только лук, стрелы лежат отдельно. Отдельно. Юрты, степи. На самом деле, да. Есть озера, есть горы, есть пустыня, степи. Вот это стереотип у меня или все-таки есть кусочек правды? Ну, большей частью это правда, на самом деле. Да, то есть вот сама Монголия, она не изменилась, наверное, за последние 300-400 лет, то есть, ну, вот, кроме центральной столицы Улан-Батора. А сами по себе юрты поменялось, наверное, появилась на юртах спутниковая антенна, телефон и лошадь заменили на мотоциклы. Все. Да, и пластиковые окна в юртах тоже, да, вставлены. Нет, еще пока нет, не пришли. Вы были в столице или только по окраинам? В столице тоже были. Ну, и с чего начали? Давайте вот так представим карту в голове, да, и откуда вы начали, куда дальше, и так. Мы заехали со стороны Аркутска, проехали вдоль озера Хупсугул, получается, и ушли как раз на столицу, то есть, ну, в сторону столицы. Вот, а от столицы у нас был такой большой зигзаг, мы спустились, получается, с северной части в южную часть. Там, наверное, как раз прошли через степи. Доехали степи и пустыню Гоби, да, мы посетили, и потом поехали постепенно в сторону, что, на восток, вот, опять же зигзагом, по максимуму обхалатывая все точки, ну, то есть, какие у нас были там запланированы. Вот, озера, вулканы, я не знаю, пустыни. Разноцветные горы. Вот про точки, которые были запланированы. Как вы составили маршрут, как поняли, что именно хотите посетить, все ли посетили, с чего начали и почему. Да, давайте рассказывайте про те обязательные пункты, которые вы бы посоветовали, ну, всем, кто собирается в Монголию, посетить обязательно. Откуда это все взялось? То есть, в какой-то момент мы читали просто информацию о Монголии и видели очень красивые фотографии, описания Монголии автопутешественников других. Вот, фантастические абсолютно виды какие-то были. И, читая большое количество всяких разных отчетов, вот, как бы, мы начали искать, куда бы мы хотели заехать. Самые красивые места. Озеро Хупсугул абсолютно чистое. Брат-близнец Байкала. Нету колонок, люди пьют прямо из озера, то есть, ну, прямо очень чистая вода. Оно далеко от столицы? От столицы. Оно рядышком, то есть, со стороны Иркутска границу переходишь, и буквально вот оно сразу в озеро начинается. Купаться можно? Купаться, по-моему, холодно. Ну, холодно. Глазками посмотреть. Глазками посмотреть и проебачить рыбалку. Адаптирована местность под туристов или там дикие места? Немножечко адаптированы как раз вот ближайшие точки, ближайшие города на границе. А если уезжаешь дальше, нету людей, абсолютно нету туристов. То есть, за все время, месяц мы практически ездили. Пусто. Пусто, да. То есть, ну, реально. Ну, в этом, наверное, и красота. Верно. Так, дальше после озера куда? Обязательно. Пустыня Гоби очень впечатляет. То есть, 9 утра, температура плюс 30, ни одной живой души. Сама по себе пустыня очень необычная. То есть, как бы у меня в голове всегда было, что пустыня это огромные барханы, песок и так далее. Здесь нет, здесь какой-то такой он миленький, очень жарко и очень красивые каньоны. Не горы песка, а просто такой свободный пространство. Ну, да, да. Не как мы привыкли из мультиков. Они есть и горы песка, но они между этого пространства встают горы, там где-то наметает песок, ветра очень много, ветер постоянно, поэтому он сдувает и остается такой, как блестящая поверхность на солнце. Сколько вы пробыли в пустыне? Вам не мерещились оазисы? Оазисы нет, не мерещились, а в пустыне сколько? Два дня мы быстро отречировались. Ну, это в самом Хармансафе мы были два дня, а так мы вдоль Гоби ехали, ну, с недели, наверное. Ничего себе. И как, можно лайфхак какой-то, как выжить в пустыне неделю? Много воды может быть с собой, и хорошо подготовленный автомобиль. Ветровки, да, наверное? Нет, там шорты исключительно. Да? Очень жарко, да, прям невероятно. Ночевали в машине? Ночевали в машине, да. Не сгорели? Мы прятались в машине же. Нет, не сгорели. Насчет подготовки машины, это как именно подготовить ее к пустыне? В этом какие-то специальные фишки? Ну, пустыни нет, вообще, в принципе, для автопутешествия, особенно по Монголии. На машине должна быть специальная резина, которая очень износоустойчива и такая грязевая больше как бы категория. Вот, сама по себе машина должна быть. Вездеход. Да, такой вездеход. Что у вас за машина? Тойота Фуранер у нас. Это американский Прадик вариант. Вот. Шноркель для Монголии желательно. Это вот такой гусак, который воздух забирает выше, да, сверху. Вот. Спальное место внутри машины, какие-нибудь там багажники, то есть, ну, чтобы, короче, вот эта вот куча всего, что с собой везет, чтобы она по-моему размешалась. Вы тоже с собой возили? Еще из дома, из России? Или там есть где закупиться? Нет, мы там закупились в Улан-Баторе и поехали. Там есть магазинчики, в которых можно найти вполне русские продукты, даже на краю с Китаем. А местную кухню пробовали? Да. Обязательно, да. Монголия очень вкусная для любителей мясоедов. Это, наверное, рай вообще. То есть, как бы основная тема – это баранина. И, на самом деле, у них нету овощей, фруктов. Это очень дорого. Ну, они есть в незначительных количествах, но очень дорого. Вот. А баранина… У всех, у кого лакшери-юрты. Соленый чай. Соленый чай, да. Очень много действительно. Вот как бы все блюда практически это мясо. То есть, вот прям мясо, мясо, мясо. Есть что-то, что вам понравилось? Или все такое не для наших желудков? Все для наших желудков. Для любителей мясоедов. Нет, не все. Какое блюдо невкусное? Предупредите сразу, пожалуйста, Нина. Какое блюдо невкусное? Я не помню, как это называется, но это наваристый суп на бульоне с фрикадельками, с кусками баранины. Слишком жирное, да? Это жутко жирное. И там надо вылавливать картошечку, ну, если тебе хочется хоть немножко овощей. В общем, впечатлений масса. После рекламы вернемся и еще попытаем наших гостей. Танми в студии Алексея Нин Корбова. Они были в Монголии. Кстати, как давно это было? Это в прошлом году было. В прошлом году было, летом, я так понимаю. Июнь. Июнь. Сколько вы вообще брали отпуска? Сколько вам понадобилось для того, чтобы покорить Монголию? Месяц, один месяц. Один месяц ровно, да? Тридцать дней. Этого хватает вполне, чтобы познакомиться с местным бульономом. То есть стартовали из Новосибирска и... Да, да, да. Ну, это как бы месяц, на самом деле, достаточно для того, чтобы прям всю Монголию посмотреть, ну, вот всю ее, какая есть, разную природу, разную культуру, разные города. То есть, ну, вот полностью все охватит. Что касается культуры и населения. Культуры и населения. Во-первых, монголы, то есть, как бы, я не ожидал, что нет русского языка. То есть, русский язык знают старое поколение. Как вы с ними общались? В основном, жестами. Русский язык и английский вы встретите в Улан-Баторе, в столице, вы встретите в городах, которые вот примыкают именно к границе нашей территории, и все. А дальше, когда ты заезжаешь, ты действительно на пальцах начинаешь как-то объяснять, что ты хочешь. Когда ты заходишь в какое-нибудь кафе, чтобы перекусить, все на монгольском языке. Картинах нету, поэтому... Вы выучили какие-нибудь слова по-монгольски? Обязательно. Мы в телефон записывали. Скажите что-нибудь. Долгур. Это что? Долгур. Долгур. Это кафешка или ресторанчик, там, где можно покушать. Долгур. Магазин. Там может быть приставка к нему продуктовый, либо там вещевой магазин. У них буквы Р много. Ну, а здравствуйте, там, спасибо, до свидания. Вот такие обычные слова, нет? Байртла, Сайно. Байрла, Сайно. Да, было очень забавно, когда Леша выскакивал из машины на заправке. С ними здоровался, у них загорались глаза, они думали, что мы хоть немножко говорим. На этом наши позвания заканчивались. Я еще знал одно. Дургых, это полный баг, надо было заправить. Санбайну, кажется, да, или как? Как здравствуйте у них? Байртла. Сайно. Байртла, это спасибо, да, наверное. Все, немножко подзабыли за год, надо освежать, еще раз ехать. Кстати, есть ли Монголия, это страна, в которую хочется возвращаться каждый год, или все-таки это вот один раз посмотреть и все? На самом деле, очень хочется туда возвращаться, потому что это вот прям заповедник. Это уникальное место, где нет людей, нет туристов. То есть, ну, вот вообще нетронутые. Да, там вот чистая природа. Монголы, они не охотятся, они не ловят рыбу. То есть, вот как бы у них есть... Выращивают баранов, баранов едят. Вырастили, съели, вырастили. Все, и им достаточно. И если ты хочешь побывать в заповеднике, вот именно в природе, без людей, в тишине, то вот Монголия, это просто идеальное место. Доброжелательные они? Да. Вообще, как с местными пообщались? Что поняли из их менталитет, как-то из привычек? Что лучше не делать или не говорить? Или там, наоборот, да пожалуйста. На самом деле, просто больше улыбаться. Все монголы, то есть, они небольшого роста. Когда ты идешь где-нибудь по городу, в большое скопление, то они все буквально, ну вот, по подбородок, может быть, смотришь, смотришь над головами. Вот. И очень, очень доброжелательно. Им все интересно. Знаете, они живут как будто бы сами по себе, своей жизнью. И у них ничего в жизни не происходит. И когда рядом проезжает какая-то машина или еще что-то, они вот местные аулы, то есть, мы проезжаем, останавливаемся возле какого-то озера. Вот эти вот юрты, которые вокруг, они вечером приезжают к нам. Мы вначале, когда заехали, не совсем понимали, думали, что, ну, монголы пришли по старой... Они приходят знакомиться. За Данью. Мы вначале ржали, что за Данью по старой узле пройдется, да. Вот. У нас была Дань заготовлена, какие-нибудь там конфеты, еще что-то. И мы вот как бы каждый вечер дарили что-то. И они приходят, они наблюдают, они смотрят. При этом, знаете, они как дети. То есть, у них нету как бы слова «стоп». Они подходят, смотрят твои вещи. Если ему интересно, он просто берет в руки и смотрит ее. То есть, надо как-то сказать, что... Но у него нету такого, чтобы взять или еще что-то. Он подошел, да. Он подошел, одел кроссовки, прошелся перед своими, пофрейрил и поставил их на место. На то же место, откуда взял кроссовки. Круто. Ну и все-таки, наверное, тяжело, да, это было объяснить, потому как язык не знают. Ну, на жестах, на самом деле, то есть, это, знаете, как обычная игра. Крокодил, вы наверняка играли. То есть, вот крокодил, вот если вы умеете играть в крокодил, тогда Монголия вообще просто для вас. Наша страна, да. Какие-то... Еще интересные места, какие-то удивительные, которые вас поразили. Или, может быть, что-то... Происшествия в том числе. Очень красивое место было, это «Поющие пески». Не помню название, очень сложно. Это такие песчаные барханы. Они высотой, не помню, метров 30, сколько там? От 10 до 40 метров, протяженность этого всего счастья 200 километров, а ширина, ну, километров 15, наверное. И это как большая песочница, прям пересыпанный песок, ну, то есть, он чистый-чистый, искрится на солнце, очень желтый. И вот это вот просто огромнейшая песочница. Да, и внизу, вдоль этого песка идет такой ручеек, небольшая речка. Вот, то есть, получается, степь, речка и вот такие вот прям, ну, огромные... Прямо вот те самые барханы, которые вот на картинках. А почему «Поющие»? А потому что, ну, вот нам посчастливилось, мы услышали их. Когда поднимаешься, там, он, песок начинает скатываться. То есть, вот, где ногами наступаешь, получается, как будто подкапываешь, и вся эта махина начинает сыпаться вниз. И в какой-то момент она резонирует прям. То есть, вот как будто бы ты на огромном сабвуфере находишься, вот это все резонирует, и смотришь, вот эта волна песка, как она перед тобой бегает, это все гудит. Ну, и местные говорят, что вроде как еще там какие-то звуки, да, песни. Это духи. Я стояла ногами, он посыпался, и у меня в ноги начинает низкий долбить. Я ору, мужик. Мне засасывает. Что бы здесь не захопали, никогда не раскопывайте. Там такой голос. А кроме природы какие-то достопримечательности, построенные человеком? Мы, на самом деле, очень много ожидали, потому что Монголия и Монгольская империя – одна из самых таких больших, великих империй. И я ожидал увидеть какие-то действительно громадные строения, какие-то артефакты, музеи, еще что-то. 50-метровую статую Чингисхана. Да, ну, да, что-то типа, ну, это уже на самом деле современно, это не так. Вот я, видимо, вот тут, остатки Монгольской империи. Остатков Монгольской империи мы, ну, не видели. Вот мои ожидания, в всяком случае, они не оправдались. Этому факту я немножко расстроился. Очень много великолепных. Наверное, потому что они, как и сейчас, и тогда жили в степи просто. Ну, у них такое объяснение, мы же кочевники. Нечему было остаться. Типа, 300 лет брали, брали, да, но мы же кочевники. Куда-то все прокочевали. Прокочевали на так, что... Прокочевали и на баранов потратили. Ну, вот, и очень много буддийских монастырей. Огромное количество, вот они действительно красивые. Но, наверное, они тоже в город, в степи монастырь не найдут. Ну, где-нибудь, какая-нибудь, там, не знаю, гора, и вот, да, внизу, около горы, например, там, стоит монастырь. Подходили, смотрели, там, с чем занимаются. Ну, там не ламы, там сами по себе монахи. Очень интересные, там же буддизм, монахи, какие-нибудь, там, молодые ребята, которые сидят в тихую, там, во время, я не знаю, службы у них. Они внизу под полы, там, могут, например, там, на телефоне играть в какую-то игру. А, еще что-то. Ну, для нас это было шок. Мы настолько привыкли в православие, что приходишь, служба, все очень серьезно. А тут ребята пиши. Они как служба в армии такая. Я вроде бы, да, но, тем не менее. Печеньки хрункают, песни поют. Ну, как-то так очень. Люди разные религии, разные подходы разные. Спасибо большое. Это еще не все. Вы обещали нам рассказать забавную историю напоследок, и мы про это не забыли. Давайте. Ой, забавная история. Мы любители были, ну, мы всегда, когда ездим, помогаем окружающим людям, ну, там, если кто-то застрял или еще что-то. Едем в сторону Лан-Бадера, время 10 утра. Уже нещадно светит солнышко, и идут двое молодых монголов. Мы увидели вперед, что валяется байк, но, по всей видимости, у них закончилось топливо, а они с канистрой куда-то идут. Ну, и давайте подберем, давайте подберем. Останавливаются, садятся эти двое молодых людей, вместе с ними садится запах, и сразу несколько, как мы их назвали, прирученных мух. Километров 20 мы их везли до ближайшего города. И мухи не отставали. Мухи нет, но они почему-то находились на том месте, где они же были, и они в этом городке вместе с монголами тоже вышли мухи. Мы решили, что они обладают каким-то таким запредельным знанием. Слушайте, может быть, это их хлеб. Некоторые люди зарабатывают блошиным цирком, там, кто-то вот мушиным. Что-то, да, у кого-то такие свои мухи, ручные. Ну, а так вот, не делать добра, не получишь мух. Спасибо большое вам, друзья. Нина и Алексей Корбов были у нас в гостях. Приезжайте в Монголию.